Нововведение в лицензировании медицинской деятельности, преимущество использования Центрального архива медицинских изображений, участие в программе обязательного страхования частных медицинских организаций. Таковы были главные темы круглого стола – цифровизация, трансформация здравоохранения и новые подходы к качеству услуг. Чуваша остается лидером по развитию цифровых технологий в здравоохранении на протяжении последних лет. Пандемия форсировала цифровизацию отрасли. И если доктора и пациенты бюджетных медорганизаций активно пользуются, например, электронной базой, то для клиентов частных клиник многие подобные сервисы были недоступны. И настал, наверное, тот момент, когда и нам уже пора, потому что достаточно большое, не секрет, достаточно большое количество пациентов входит и к нам. И та информация, которую получаем мы, как врачи, она может быть доступна как и для статистики, так и для обработки другой информации, которая иногда может быть важна здесь сейчас, как, например, в современном мире, да, то есть информация о пациентах, переболевших ковид, заболевших, привитых и так далее. Использование центрального архива медицинских изображений также является удобной опцией. Ее преимуществом является и то, что теперь пациентам не нужно искать, к примеру, рентгеновские снимки прошлых лет. Сейчас докторам они доступны благодаря архиву. На сегодня загружаются исследования, начиная от банальной флюорографии, КТ, МРТ, рентгены и заканчивая даже снимками с рентгеновоскулярных операций, которые проводятся у нас как в кардиоцепанцере, так и в республиканской клинической больнице. То есть на сегодняшний день загружено в базу ЦАМИ и доступно, соответственно, нам, как участникам данного рынка, около 1 миллиона 800 изображений. Здравоохранение – одна из тех отраслей, где форматы дистанционного мониторинга, быстрого обмена информацией, автоматизация лечебного процесса наиболее важны. Поэтому данная сфера в лидерах по развитию цифровых технологий.